Трагедия произошла в первом часу ночи недалеко от поселка Арадан. Федеральная трасса достаточно оживленная. Микроавтобус двигался со стороны Кызыла. Водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине экскаватор. В результате ДТП на месте происшествия погибли водители и трое пассажиров Тойоты. Мужчина 65-го года рождения и женщины 99-го и 97-го года рождения. Еще пять пассажиров микроавтобуса получили известные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время проводится доследственная проверка. Пассажиры с места происшествия были доставлены в Ермаковскую больницу. Один пациент доставлен санавиации в медицинское учреждение города Кызыл. На трассе, где произошло ДТП, сейчас ведутся ремонтные работы. Этот участок дороги размечен спецзнаками и бордюрами. Даже установлен светофор. В ночное время трудно не заметить. Стоящую дорожную технику. Дорожники до сих пор не понимают, как водитель не смог разглядеть этот огромный экскаватор и сигнальные лампочки на бетонном ограждении. Рабочие говорят, автобус даже не тормозил. Предполагают, что водитель уснул за рулем. На участке стоят также схемы перед тем, как въезжать на объекты, информационные щиты большого желтого цвета. Мимо них водитель не проедет. Даже при большой скорости у тебя нечитаемые, что идет производство работ. Водитель уснул. Хотелось бы обратиться к водителям, чтобы побольше обращали внимание на знаки. Тем более, в период летнего сезона начинаются ремонтные работы у дорожников. Прокуратура Ермаковского района совместно с ГИБДД Шушенский начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения дорожного предприятия. После органами прокуратуры будет дана правовая оценка. Будут приняты меры прокурорского реагирования. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.